Всем привет! Сегодня обзор цифровой телевизионной приставки. Это приставка World Vision, модель T624D3. В World Vision в этом году много моделей разных приставок выпустил, цифровых телевизионных, которые, по сути дела, на мой взгляд, отличаются цветом коробок, немного рисуночком, ну и так, по комплектации чуть-чуть. Ибо данный ресивер до более знакомой формы, и основное отличие его написано от остального модельного ряда 624-625 ресиверов, это то, что у него есть индикатор, ну здесь вот находится сегментный индикатор, на коробке он нарисован, и отсутствуют кнопки управления на лицевой панели. В комплектацию входит непосредственно сама телевизионная приставка, пульт дистанционного управления с элементами питания, некоторое описание пунктов меню и пульта дистанционного управления, гарантийный талончик, выносной блок питания и кабель для подключения к телевизору, это переходник джека 3.5 на 3 RCA разъема. Приставка обладает полным набором интернетовских функционалов, интернет-функционала, который сейчас присущ современным всем моделям ресиверов, то есть она может подключаться к сети интернет, как через USB Wi-Fi адаптер, также можно использовать USB LAN адаптер. Единственное, что USB LAN поддерживается только адаптер Realtek RTL8152. Вся информация о том, какие USB Wi-Fi адаптеры, какой USB LAN адаптер поддерживается, есть на сайте производителя. Как видите, на лицевой панели есть USB-порт, второй USB-порт находится с тыльной стороны приставки, здесь же есть обычное антенное гнездо для подключения телевизионной антенны, есть цифровой аудио-видео выход HDMI, есть аналоговый композитный аудио-видео выход, и есть разъем для подключения сетевого адаптера питания. Сетевой адаптер питания здесь тоже не совсем обычный, обычно это был адаптер питания напряжением 5 вольт и ток 2 ампера, здесь адаптер питания 5 вольт и ток он дает до 1,2 ампера. Не знаю, как это сказывается на работе приставки, ну, по крайней мере, раньше то, что я знал, это то, что сама приставка потребляет порядка 700-800 миллиампер, а все остальное то, что, ну, из 2 амперного, да, блока питания, все остальное расходовалось на питание вот этих вот USB-портов, которые по стандарту USB 2.0, вот по стандарту он может быть отдавать ток до пол-ампера, то есть 500 миллиампер. И получается так, что если два USB-порта по пол-ампера, то есть 500 и 500, то что же остается на питании приставки, ну, либо она так мало потребляет, что очень маловероятно. Собрано это все на базе процессора GX6701, ну, это процессор, который используется в подавляющем большинстве сегодняшних вот подобных устройствах. И в качестве тюнера, что очень хорошо, используется MaxLiner 608, это хороший помехозащищенный тюнер, который прекрасно себе зарекомендовал при приеме относительно слабого телевизионного сигнала. Ну, а теперь давайте подключим приставку к телевизору и продолжим знакомство. Включил приставку к телевизору, нажимаю кнопочку включения. Предварительный Wi-Fi адаптер, USB накопитель. Тюнер состыковал с приставкой, настроил каналы для того, чтобы не терять время на вот эти вот начальные всякие настройки, начальные показы каналов. 20 каналов передается эфирных, ну, по крайней мере, у нас в городе Санкт-Петербург 20 каналов передается. Разбиты они на два пакета, на два мультиплекса. Таким образом, телевизионная приставка не может показывать один канал, не может показывать два канала. Она либо 10, либо 20, либо вообще ничего. Кроме телевизионных каналов присутствует три цифровых радиостанции, то есть специальная кнопочка телевидения, радио есть на пульте дистанционного управления. Вот эти три цифровых радиостанции, которые вы тоже можете прослушивать, не используя каких-либо дополнительных устройств прямо с этой же телевизионной приставки. Вот. Среди этих 20 каналов присутствуют каналы как новостные. Детский канал здесь, правда, всего один, это канал «Карусель». Ну и дальше вот эти вот, вы сами видите, «Звезда», каналы «Мир», «Муз-ТВ», «ТНТ», то есть и развлекательные каналы тоже здесь присутствуют. Список каналов утвержден правительством Российской Федерации. Таким образом, составы вот этих вот пакетов во всех регионах, они одинаковые. Единственное, что добавляется еще, например, в московском регионе, там есть третий пакет, то есть там три мультиплекса. Соответственно, там уже будут присутствовать какие-либо там региональные каналы, может быть, либо каналы в HD-качестве. То есть вот так вот устроено это вот телевизионное эфирное бесплатное вещание. Менюшка. Совершенно стандартная. Вы такую структуру меню можете увидеть в подавляющем большинстве современных телевизионных приставках. Ибо все они созданы на базе вот этого процессора GX6701, который пришел на смену процессору 3235, на котором строилось, ну, предыдущее поколение телевизионных приставок. Первый раздел – это раздел программы, то есть здесь есть возможность редактировать каналы, каналы, то есть переименовывать, размещать так, как вам удобно, то есть менять последовательность каналов. Единственное, что если вы захотите пользоваться редактором каналов, то вот эту вот автонумерацию по логическому номеру канала надо выключить. Дальше обновление списка. Ну, для эфирных каналов, может быть, это не актуально. Почему? Потому что их всего 20 и все. А если вы пользуетесь этой приставкой в сетях кабельного телевидения, ибо все приставки современные, они эфирно-кабельные, могут работать как с эфирным, так и с кабельным сигналом. То есть, например, ну, вот у нас в Санкт-Петербурге, да, где-то на даче эту приставку можно использовать как эфирную. А в квартире многоквартирного дома можно использовать на прием кабельного сигнала. Он присутствует во всех вот этих, практически во всех общедымовых антеннах. Вот, единственное, что можно смотреть только открытые каналы, так как прием кодированных каналов данная приставка не поддерживает. Установка таймера, вот этот следующий пункт, это приставки, все современные приставки, вернее, все цифровые телевизионные приставки, они могут записывать передачу. Вот режим PVR, персональное видео, магнитофон, вот. Можно однократно, ежедневно, по дням недели записывать время, записывать какой-либо канал. То есть, вы можете поставить время начала передачи, длительность записи можете поставить, выбрать канал, который вы будете записывать. И таким образом, таким образом, в заданное время, в заданное время, вот, включится запись, либо трансляция канала. Ну, в данном случае, видите, я ничего не выставлял, но случайно совершенно получилось, что оно вот начало записываться. Сейчас я остановлю запись. Ну, это все возможно при подключении флеш-накопителя. Вернее, внешнего накопителя. Будь то USB-флеш, либо внешний жесткий диск. Но внешний жесткий диск здесь уж точно надо с внешним питанием, поскольку блок питания 1,2 А здесь ток выдает. Есть режим отложенного просмотра, то есть режим Time Shift. Сейчас я переключусь на Россию 24, на нейтральный канал, на который YouTube никогда не ругается по нарушению авторских прав. И вот по поводу отложенного просмотра. Можно нажать кнопочку пауза. Соответствующая пиктограммка горит. Вот. Идет запись канала в буфер. И, например, можно сделать какие-либо свои дела, поговорить по телефону, а затем вернуться и продолжить с момента остановки, нажав кнопочку play, просмотр передачи, который был вот в Time Shift. То есть, который вы хотите посмотреть с того момента, когда она была остановлена. Могут присутствовать передачи со скрытыми субтитрами, могут присутствовать... Ну, давайте вот опять я включу сейчас первый канал. Вот смотрим. Здесь есть телетекст. Если я включу канал Россию 1, здесь добавятся еще субтитры. Ну, кнопочка специальная есть телетекста. Для того, чтобы телетекст загрузился, ну, требуется какое-то количество времени. Ну, факт то, что телетекст здесь работает и такая довольно прилично, по крайней мере, переведена. Нет никаких непонятных надписей. Вот. Есть возможность воспользоваться просмотром программы передач. Постепенно она подгрузится, постепенно программа передач подгрузится, ну, вот электронным телегидом можно весьма комфортно пользоваться. Это вот обусловлено цифровым форматом вещания. Можно посмотреть информацию о текущей и следующей передаче. Можно краткий анонс. Или же вас увидеть, ну, как бы, параметры сигнала, называется, экран, наверное, лучше не скажешь. То есть, видите, две шкалы. Уровень, качество сигнала и шкала ошибок. В данном случае она не заполнена. Определяющая это шкала качества. То есть, это основное, на что нужно обращать внимание. Если вы видите, что у вас, допустим, изображение стало зависать, рассыпаться на квадраты, заикаться звук, сразу же можно включить вот этот вот экранчик и убедиться в том, что шкала качества заполнена не меньше, чем на половину. То есть, для нормальной работы приставки уровень, ну, я бы сказал, лишь бы был. Конечно, чем больше шкала заполнен, тем лучше. Вот. А качество должно быть заполнено больше, чем на половину. Тогда у вас не будет вот этих таких лишних артефактов на изображении. Давайте меню рассмотрим дальше. Следующий, следующий раздел меню, это раздел изображения. Здесь можно поменять формат экрана, разрешение. Ну, разрешение, эта цифра актуальна только если вы подключаете через HDMI кабель. Если у вас подключен комплектным вот этим RCA кабелем, то меняй, не меняй, разрешение экрана, ничего у вас не изменится. Изменение громкости, то есть, как работает регулятор громкости. Вот, когда стоят все каналы, вы на всех каналах одинаково регулируете громкость. Если это будет стоять просто канал, то тогда для каждого канала будет свой уровень громкости. Ну, изначально выставлен, да, по умолчанию. Настройка интерфейса. По сути дела, это прозрачность. Меню можно убрать, ну, и там, яркость, контрастность, время, индикации вот этих вот всплывающих панелей, строк информации и так далее. Настройка интерфейса, настройка интерфейса, посмотрели на LED-дисплей. Яркость дисплея может меняться. Средний, низкий, яркий. И что показывается на дисплее. Вот в данном случае может показываться номер канала, но по умолчанию стоит время. И время в режиме ожидания. Вот оно включено по умолчанию. Если это выключить, то в режиме ожидания будет надпись OFF, и больше ничего. для того, чтобы были часы, надо ставить, чтобы время было включено. Поиск каналов. Диапазон поиска либо эфирный, либо кабельный. Тип поиска, либо все, либо открытые каналы. Ну, для кабельного актуально оставить открытые каналы, чтобы он не нахватал кодированных. Автоматический поиск, просто если нажать, то он начнет автоматический поиск телевизионных каналов по всему доступному диапазону. Ручной поиск, это можно воспользоваться, когда вы устанавливаете с нуля оборудование, можно сразу же зайти в ручной поиск, выставить канал трансляции, у нас в городе это 35-й, 45-й в Санкт-Петербурге, на 35-м канале первый пакет, и сразу же у вас появятся заполненные шкалы. Если нет никакой трансляции, вот допустим, как на этом канале, то вы увидите, что присутствует шкала уровень, то есть какой-то цифровой сигнал, да, но она будет, во-первых, такого янтарного цвета, желтого такого, и шкала качества полностью отсутствует. При нормальной работе выглядит это все вот так. 35-й канал, и еще второй пакет у нас передается на частоте 45-го канала, он тоже будет также присутствовать. Да, дальше. регион можно поменять, ну и питание антенны, видите, она у меня включена, ибо я использую комнатную антенну Дельта-131, она с 5-ти вольтовым усилителем, поскольку в городе принимается отраженный сигнал, и питается прямо от ресивера, то есть любая цифровая телевизионная приставка может подавать питание на встроенный усилитель. Следующий раздел это время, то есть можно синхронизировать время по сети, если вы подключены к сети интернет, можно воспользоваться слип-таймером, ну, правда, он не очень удобный, у него промежутки час, то есть либо час, либо два, либо три, и так до 12 часов этот слип-таймер. Запуск в режиме IPTV, ну, одна из интернет-функций всех подобных приставок, это то, что они могут показывать интернет-телевидение. И можно сделать так, что она будет включаться прямо в режим просмотра интернет-телевидения, то есть будет запускать IPTV-плеер при включении. Вот эта функция это и делает. Загрузка в режим ожидания. В данном случае пункт этот выключен, таким образом при подключении приставки к розетке она сразу же стартует в рабочий режим. Если поставить вот этот пункт меню в положение включено, то при подключении электричества к электросети блока питания приставка будет загружаться в режим ожидания. Ее надо будет включать с пульта. Ложный режим ожидания это просто для быстрого этого запуска. Плановое включение и отключение питания. Так вот называется пункт. Можно в определенное время включить, ну, задать время включения и время выключения приставки. например, ежедневно приставка будет там в 10 утра включаться, в 8 вечера выключаться, например. Регионное время стоит всегда автоматом, ибо корректируется по сети, но можете поставить вручную, тогда будете задавать часовой пояс. Летнее время, слава богу, сейчас не актуально у нас, по крайней мере, в стране. Настройка, ну, языковые настройки здесь в принципе ничего пояснять здесь не нужно. Следующее. Настройки системы, радиетельский контроль, то есть возрастной ценз можно установить и запретить просмотр определенно, ну, в зависимости от возраста. Вот. Можно сбросить все настройки и вернуться к состоянию поставки к заводским установкам, посмотреть информацию. Вот видите, информация о приставке, время создания программного обеспечения 14.08.20 год. Обращаю ваше внимание, что прошивка не совсем новая, последняя прошивка от 11.08.21. Настройки сети я сразу сделаю, вернее покажу. Настройки сети, здесь у меня Wi-Fi в данном случае, вы можете использовать 3G модем, приставка это тоже поддерживает, какие модели модемов тоже можно посмотреть на сайте производителя приставок, ну а также USB LAN адаптер тоже можно использовать. И таким образом, когда у нас сеть подключена и настроена, можно зайти в пункт обновления ПО, и здесь обновление программного обеспечения возможно как от QEB-носитель, так и обновление по сети. Ну давайте попробуем обновить по сети, поскольку у меня интернет подключен. Ну и вот она обнаружила новую версию программного обеспечения, и вот таким образом оно сейчас. Индикатор процесса здесь присутствует, так что все легко и понятно, и главное, что совершенно не страшно. Ну и опять же, не мешайте устройству работать. Если вас все устраивает работа устройства, то, наверное, обновлять программное обеспечение может быть и не стоит. Либо, по крайней мере, предварительно почитать, чем же отличается новое программное обеспечение от старого. На сайте World Vision это все расписано. Ну вот, приставка перезагружается, и она начнет работу со своего стартового экрана. Вот он, стартовый экран. Здесь можно просто-напросто выбрать диапазон поиска, тип поиска, и запустить автоматический поиск телевизионных каналов. Но я этого делать не буду, я настрою сейчас все в ручном режиме, поскольку все настройки обновились. обновилась, я все настроил, ввел. Ну вот, видите, время создания 10.08 прошивки. Поменялась прошивка, SDK поменялась на версию 2.4. И теперь идем дальше. Мультимедиа. Видео, музыка, изображение, файлы. Ну, это текстовые файлы, не знаю, кто захочет текстовые, ну вот, что касается видео, то здесь с этим все хорошо. Поддерживается поддерживается здесь кодек AC3 Dolby Digital звук многоканальный, то есть с этим проблем не будет. Картинки, соответственно, тоже. Основные распространенные форматы видеофайлов поддерживаются, картинки, музыка вообще без проблем. записанные файлы. Записанные файлы. Так, я просто смотрю, где у нас вот, 8, 9. Это вот файл, который был прямой записью записан. можно смотреть через ресивер, можно посмотреть на компьютере. Настройка записи. Это таймшифт, это пауза в момент включения, ой, в это самое паузу, эфир поставить на паузу, например, поговорить по телефону и продолжить просмотр этого, что такое таймшифт, отложенный просмотр. Если включить запись таймшифт, то файл будет сохраняться также на USB накопителе. И можно будет потом еще раз посмотреть. Интернет. IPTV. Можно загрузить плейлист с флешки, ну вот он у меня загружен, вот этот плейлист. И соответственно выбрать канал, который вы хотите посмотреть, нажать кнопочку ОК. Сейчас. посмотреть, что у меня здесь сетью. Настройка сети. Так, все соединено. Сейчас соответственно. Вот. Все работает. это работа плейлиста. Бесплатный плейлист, он когда-нибудь обязательно перестанет работать. И вот это вот ковыряние в поисках бесплатных листов, это самое нудное, что есть в IPTV. Если вы пользуетесь как бы бесплатно. Есть, конечно, полулегальные платные плейлисты, когда другие люди следят за тем, чтобы плейлист работал. Но это уже вы сами будете смотреть, что вам удобно. факт то, что эта функция в подобного рода приставках работает. И в World Vision она работает не самым худшим образом. То есть здесь все замечательно. YouTube. YouTube не меняется, ой, YouTube не работает, но это нормально, потому что вот это вот приложение YouTube, это к Google никакого отношения не имеет, оно здесь и без рекламы показывается, поэтому Google борется с приложениями YouTube, которые есть на подобных приставках. Megogo онлайн кинотеатр. Здесь с первого взгляда все хорошо, запускаем фильм. Ну, вот он запустился, все идет замечательно. Там есть платный контент, но бесплатно все работает, по крайней мере. Погода тоже всегда работает и здесь в том числе ленты новостей можно почитать. Сталкер, экстримы вот эти, это тоже для IPTV вот эти порталы разные. Ну, вы должны быть там зарегистрированы для того, чтобы ввести свои настройки, ну, имя пользователя и пароль и уже пользоваться вот этим вот сервисом. Вообще все это работает. Настройки DVB to IP это трансляция видео, вернее, трансляция телепрограмм, которые принимают приставки по сети, по вашей локальной. Но этот, вот этот сервер, он будет работать только, когда вы подключите USB LAN адаптер. Через Wi-Fi это дело не проходит. ДЛН вот этот сервер, который позволяет транслировать экран вашего телефона на приставку. Ну, или файлы с вашего телефона на приставку. Берем и запускаем. вот, с моего телефона пошел мультик транслироваться. Я могу его перематывать. и таким же образом можно транслировать с экрана телефона, вернее, с телефона можно транслировать либо экран, либо изображение экрана телефона, либо, допустим, тот же самый YouTube транслировать, но уже с помощью телефона, а не с помощью приложения, которое сюда вот вшито в приставку. Ну, а также файлы, допустим, видео, фотографии, то есть, все, что есть в телефоне, можно транслировать на телевизор подобного рода файлы. Единственное, что не все приложения, то есть, допустим, есть Chromecast какой-нибудь там Rockfi приложение, вот, одно будет хорошо транслировать файлы с телефона, другое будет хорошо без тормозов показывать YouTube, но это вам уже выбирать, чем вы будете пользоваться, и нужно это все-таки тестировать. На этом, пожалуй, и все, что я хотел рассказать вам. Напомню, это был ресивер World Vision T624D3, отличается тем, что есть индикатор, но нет никаких кнопок управления, работает от выносного блока питания, несколько странного, с напряжением 5 вольт и током 1,2 ампера, но заявленный функционал практически весь работает. Жители города Санкт-Петербург и его ближайших пригородов приглашаю подписываться на наш видеоканал, также вы можете посетить наш магазин, находится на Ириновском проспекте, работает каждый день, те товары, которые вы увидите в наших обзорах, когда мы демонстрируем их работу, они есть у нас в магазине, пожалуйста, приходите, знакомьтесь во прочее. Всех остальных также приглашаю подписываться на наш видеоканал. До свидания, до новых встреч.